Вопрос. Если подали на политику и выиграли в грин-карт лотерею, можно ли получить грин-карту, не выезжая из США? Если подали на политику и ждем собеседования, выиграли лотерею. Сейчас этот вопрос очень часто задают, потому что в мае будут результаты, и люди не знают, что им делать. Смотрите, на сегодняшний день, если человек не находится на студенческой рабочей визе, а просто находится в ожидании статуса беженца, но виза уже срок действия истек, то на сегодняшний день не разрешают пройти собеседование на лотерею, не выезжая. Но есть много разговоров в Конгрессе о том, что это поменяется, и может быть в какой-то момент разрешат этим воспользоваться на месте. А на сегодняшний день, если человек выиграл лотерею и ждет статус беженца собеседования, то нужно просто принять решение выезжать и проходить собеседование на лотерею в своей стране и рисковать тем, что вдруг там не получится и пропадет статус беженца. То есть это такая очень щепетильная ситуация, и каждый человек должен принять решение уже в своей личной ситуации, что им делать. То есть надо выезжать на сегодняшний день. Как-то я слышал, берут адвоката в Нью-Йорке, вот выиграли грин-карту, берут адвоката и не выезжают. С адвокатом идут в суд и в суде, там тоже долго, там годами судятся, но они не выезжают. Как вы смотрите, судья, на самом деле закона такого, который дает возможность получить грин-карту, не выезжая, если статус уже просроченный, нет. То есть просто нет закона, за который судья или кто-то может, ну как бы миграционная служба, зацепиться для того, чтобы разрешить получить грин-карту по лотереи. Потому что что происходит с выигрышем грин-карт? Вы делаете на месте аджастментов статус, то есть вы как бы меняете статус временного на постоянный. А статус беженца, точно так же, как вы не можете на H1 поменять, точно так же вы не можете воссоединиться с родственниками своими, которые здесь живут, допустим, подошла очередь воссоединения, точно так же вы не можете лотереей воспользоваться. То есть, скорее всего, в той ситуации были какие-то другие факторы. Может быть, человек находился на студенческой или рабочей визе. Они нелегальны, нелегальны. На самом деле вам люди могут не договаривать, потому что они могли получить в суде другой статус. Если они были 10 лет здесь, они могли получить из такой, называется, cancellation of removal. Это как бы можно получить грин-карту по другим правилам. Скорее всего, это не было по лотереи, а они получили, просто выиграли кейс через суд по другой категории.